ассаламу алейкум с вами султан аскеров как видите у меня в руке листок это листок вопросы те которые были заданы мне я думаю что раз уж ведем канал нужно обязательно на это ответить сначала в прежнем ролике я говорил что расскажу про секреты бмв но думаю что это надо в первую очередь ответить а потом мы про секреты поговорим и так я начну читать заданные вопросы тут вот задан такой вопрос для чего нужен на заднем сиденье какой-то мешок какой-то мешок я много думал об этом вопросе что за мешок а потом додумал я тоже видел этот мешок в машине сейчас мы его посмотрим я думал что это мешок для денег наверно но поскольку столько денег собрать совсем трудно для таких людей как мы это оказался мешок совсем для другого предназначения сейчас его покажу пройдилась у нас оператор неграмотный так что если будут какие-то непонятки не обращайте внимания давай мы с этой с той стороны дверь открой снимаем внутрь поближе вот этот вопрос относится вот к этому вот вот смотрите здесь есть вот такая вот вещь сейчас я на улицу вытащу есть такая вот вещь я раньше думал что это что деньги прятать или еще что-то но это оказалось не так сейчас мы ее откроем вопрос задан именно вот про это так здесь открывается смотрите друзья здесь есть вот такой вот мешок вот такой вот мешок вот этот мешок когда вставляешь той стороны сейчас вставлю объясню для чего это вот здесь покажу здесь вот здесь вот так вот мы его вставляем так он вставляется в общем продлевается он в эту сторону видите вот сюда в основном этот мешок я поинтересовался перевел то что здесь написано для лыж снимай меня этот мешок для лыж или для вещей чтобы как бы сказать ну там больше места не занимала наверное именно этот мешок выходит сюда в багаж багажник и как вы видите в багажнике он не занимает слишком много места этот мешок ну его предназначение для вещей особенно для лыж кто занимается лыжными видами спорта спортом это относится к ним это первый вопрос сейчас мы по второму вопросе поговорим так второй вопрос почему выхлопная почему выхлопные а почему вам хлопной работает только одна сторона дорогие друзья выхлопные работает обе у машины сейчас я покажу вам сейчас я покажу вам немного некачественно будет выходить но вы извините смотрите вот выхлопная левая правильно вот именно про нее задан был вопрос а вот это правая видите это почищает а погрязней да как бы внутри в общем ответ такой при нормальной езде когда едешь допустим под 40 под 60 до работает именно вот эта сторона левая сторона а когда ты уже форсажу ешь нажимаешь на форсаж полный привод уже когда мотор открывается полностью дышит начинает работать вторая сторона это уже как бы турбомотор подключает ее они обе работают не волнуйтесь насчет этого и этот то вопрос задал значит он ну как бы сказать на машине не газует да нормально ездит вот я последнее время газовал мне здесь сажа видите образовалась вот там есть клапан внутри когда он открывается в общем когда едешь мощно в общем с этим думаю понятно так третий вопрос знаете очень интересный вопрос почему машины в последнее время жесть стала мягче и как бы не тяжелая так знаете написано типа почему же стала тоньше ответ на вопрос я не знаю даже может в интернете трудно будет найти потому что у всех есть свои как бы секреты до производителей там любых марок бмв но я этот вопрос отвечу лично от себя давайте пройдем вперед капоту вот именно задам был вопрос про капот почему именно капот вот смотрите бмв тоже крепкая машина до тяжелая машина вот допустим крылья тут все крепкая кажется но все равно в капоте вот есть мягкие места я хочу сам ответить на этот вопрос я нигде не интересовался я просто думаю что это так раньше когда допустим было время советских машин конечно у москвичей там у запорожцев до были толстые совсем толстые были 6 сама была толстая да ну это я думаю что связано со скоростью машины потому что раньше таких скоростных машин не было и именно мягкота с чем связано я думаю что при аварии пусть аллах всех уберегает от аварии потому что последнее время очень много погибает водителей из-за скорости и так ответ такой я думаю что ответ такой при ударе капот если он мягкий он ну как как жестянка сжимается да а если он будет такой толстый как на старых москвичах я думаю что он целиком войдет туда вовнутрь войдет и водителю уже спасения не будет даже если будет там подушка думаю что ответ такой может быть вы подтвердите это может быть кто-то если знает лучше какой-то ответ может подсказать мне так дальше четвертый вопрос четвертый вопрос здравствуй султан так здравствуй султан помоги разобраться с магнитофоном чем больше разую звук тоже газует то есть если прибавляю скорость прибавляется в магнитофоне звук звук магнитофона ну это я с этим тоже сталкивался вопрос очень такой ну как сказать конкретный и будет конкретный ответ нужно что сделать я тоже когда купил машину там в приборе было так как бы сказать запрограммирована когда на газ давишь из звук становится магнитофоне больше на сильнее надо зайти просто бортовой компьютер в аудиосистему и там можно это убрать у меня просто в данный момент отключена смортовой компьютер отключен так бы я показал но это кто владеет бмв он понял меня о чем я можно не только но там вся система можно допустим вот смотрите смотрите допустим вот эти вот кнопки до закрываешь как я машину закрываешь а там есть знак чтобы нажать не закрылся закрылась вся машина в мониторе через борт компьютер можете тоже сделать автоматически когда уже все все двери закрыли машина тронулась все кнопки сами закрываются это все есть программе так что насчет магнитофона насчет магнитофона зайдите в борт компьютер в меню зайдите в аудио меню и там вы можете это переделать так теперь на пятый вопрос здравствуй султан сможешь показать как надо правильно разобрать переднюю панель и правильно вынуть бортовой компьютер но это вопрос такой вы знаете тяжеловато вопрос такой но я думаю я думаю раз уж ведем мы этот канал и для тех кто задал этот сергей человека зовут сергей наш друг серега серега я именно ради тебя разберу свой сказать свою переднюю машине переднюю панель и покажу как она правильно разбирается я думаю что дело этого стоит ну я думаю не каждый рискнет этим заняться но я я как бы сказать большое время провожу с машиной и поэтому я думаю что это нам будет по силе и тут же сергей задает еще один вопрос дорогой султан у меня проблема со шлейфом в борт компьютере хотел бы узнать как его правильно заменить поменять серега у меня тоже проблема спорт компьютером проблема заключается в том что есть такой шлейф сейчас вам покажу вот сергей ты спрашиваешь именно про этот вот шлейф вот это шлейф вернее то что осталось от него я его подрезал несколько раз из-за этого шлейфа не можешь зайти в меню и у нас проблема с тобой одинаковая я тебе я ради тебя именно ради тебя и ради себя я выну борт компьютер и сделаю отдельный ролик но это все для отдельного ролика будет потому что в наш в этот ролик это не месяца будет слишком длинный тогда ролик я сниму компьютер я покажу как вынуть нужно правильно эту ленту это самая главная лента в меню и у меня есть такой вопрос к тебе а если ты нашел эту ленту так как ты задаешь этот вопрос значит нашел эту ленту и хочешь ее поменять я не могу найти я вот везде обыскал допустим и в турции поискал не нашел и поинтересовался в баку как я нахожусь в азербайджане тоже это ленты нету сегодня у меня допустим дядя живет в германии сегодня я буду разговаривать с ним и попрошу чтобы он мне прислал эту ленту но если в снг где то есть такая лента сообщи мне пожалуйста я тоже хочу ее купить у меня проблема с этой лентой так что вот это вот сможешь ли показать как надо разобрать панель и как нужно с бортового компьютера вытащить эту ленту поменять я сделаю отдельный ролик не волнуйтесь насчет этого это будет снято будет показано будет объяснено так перехожу к седьмому вопросу говорят что бмв 535 икс и четырех ведущая четырех ведущая но 4 привода да это включат можете что-нибудь сказать насчет этого я скажу только одно что если машина затрудняется в езде у бмв задние ведущие но автоматически подключается и перед подключается и перед ведущих и тут задан вопрос если такая кнопка если на ровной дороге хочешь включить все четыре ведущие я сейчас покажу эту кнопку это последний вопрос сейчас покажу эту кнопку дайте на камеру сейчас я покажу эту кнопку дорогие зрители вот эта кнопка дтс вот когда ее нажимаешь и у вас сразу и у вас сразу начинают все четыре ведущие работать начинают работать также при нажатии можешь ее отключить я думаю что смог ответить на ваши вопросы если будут еще вопросы задавайте я с удовольствием отвечу потому что суть канала заключается в том чтобы помогать с вопросами и я даже сам вот видите задал вопрос насчет шлейфа и сергей если ты приобрел эту ленту помоги братан мне тоже она нужна сообщить где находится может скинуть на фейс там с тобой в личку поговорим я тебе объясню сегодня же я сниму эти ролики постараюсь выставить в интернет как правильно снять как правильно поменять следующий ролик будет про секреты бмв так что оставайтесь вместе со мной как вместе со мной это уже как по привычке мы так говорим основа задавать вопросы в общем я не хочу чтобы было слишком длинное видео я думаю что я стараюсь помочь помочь конечно все это взаимно мне тоже нужна будет помощь в чем-то я думаю что потому что мы все владеем бмв а кто владеет бмв сталкивается с такими проблемами так что с вами был султан всем саламу алейкум